Важно, что мы победили. Я считаю, не знаю, что лучше. Так как мы обычно надежненько 1-0. И ребят предупреждал, даже после первого тайма, что ни в коем случае не надо расхолаживаться. Потому что даже по первому тайму увидел, что некоторые вышли вальяжно, я бы так мягко назвал. Футбол это не прощает. Если взять, мы за чемпионат 9 пропустили, а тут за 3 минуты 2 пропустили. Такой 2-0 счет, он самый скользкий, потому что уже ребята уверовали в победу. Уверовали, что игра дается легко. Я уже вижу, началась такая вальяжность. Ну и мы за это и поплатились. Попропустили первый мяч со стандарта. Наверное, в этом году мы первый раз вообще со стандарта пропускаем. Опять же, не доглядели. Ну и пока разбирались, сразу второй мяч. Хотя мы предупреждали, что именно Луч будет рассчитывать бить за спину и пытаться именно убежать. Ну, что поделаешь. Будем учиться на своих ошибках. Ну, хорошо, что сразу быстро реабилитировали, забили мяч. Ну, в целом так. Вижу, что новички уже немножко так приходят в себя. Но еще надо подготовку проходить. Очень сложно в сезоне, когда меняется больше, чем полкоманды, очень сложно показывать красивый футбол. И все в разных кондициях. Ну, я думаю, выкарабкаемся. Спасибо. Ваши вопросы. Луки повыше. Пожалуйста. Вчера коллега ваша из Шахтера, Сергей Ташуев, рассказывал, что матч в следующем случае плохо сложился для его команды. Ну, трудно сложился для его команды. После матча с «Динамо», который был наргоемким, много сил оттолнял. Было ли сегодня что-то такое-то со стороны «Динамо»? Не, я не почувствовал. Так, не, не. Однозначно нет. Я говорю, единственное, что немножко, ребята, так, слишком много вольности было. Я считаю, в первом тайме надо было решать вопросы. Там были хорошие эпизоды, хорошие подходы. Ну, в створ-то попадать надо из простых позиций. Чтобы забить мяч, изначально надо в створ попасть. Мы к воротам доходим, мы создаем эпизод, а последнего вот этого... Ну, это исполнительское мастерство, ты его так просто не приобретешь. Еще вопрос? Если ничего не путаем, что-то в ней заявки судьба, это травма, ротация? Ну, у него нет, у него микро-повреждения, поэтому мы ему так готовим ботэ, спокойно. Это не ротация, ничего, просто недомогание. Еще вопросы? Выложай. Вчерашнее поражение и Шахтеру того же, помятую, и Матюбска. Это была сегодня какая-то команда, какая-то банка, комбинцевация, или она просто-напросто не нужна? Нет, мы даже на это не обращаем внимания, потому что еще без сегодняшней игры было 10 туров. Сейчас остается 9 туров, и основная борьба, она вся впереди, поэтому тут нельзя терять свои очки. Ну, и, конечно, с конкурентами. И дальше, ну, мое субъективное мнение, в первом тайне, хуже всех, Динамо, выглядело Артем Гуенко. Не было желания поменяться в перерыве еще? Ну, это ваше мнение. Я сказал, субъективное, да. Субъективное? Ну, мое мнение. Ну, поэтому вы не тренер. А вы кто по специальности? По специальности? Да. Географ, учитель географии. Вот, видите. Ну, я же не рассказываю, как там глобус крутить, в какую сторону. Логично? Я бы посмотрел, если вы попали бы хирургу на стол, и начали бы хирургу рассказывать, где что отрезать и как правильно делать. Логично? Логично. Такая же мысль вас посещала в перерыве? Вы знаете, что меня на каждой игре кто-то из игроков не всегда устраивает. Всегда. Я не скушусь, что сегодня все ребята провели свой оптимальный матч. Такое, вы знаете, что такое в футболе случается, что был не лучший день. Это нормально. Это нормальное явление. Понимаете? Вот. А я знаю, что были у Артема и хорошие эпизоды в этой игре. Да, у него не пошла игра, я с этим не спорю. Ну, то, что надо, он в обороне все отработал. То есть, в атаке, да, не все получилось. Я больше требовал от него, чтобы он больше брал игру на себя, больше обыгрывал и доставал мяч штрафную. По большому счету, он пытался, но по мне он сыграл инертно в плане атаки. То есть, когда мы играем, я на фланг, часто флангов игроков, хочу видеть как крайних нападающих при атаке. Понимаете? Ну, это так вам объясняю, как географу, да. Вот. Поэтому мне, зная, что мы будем много проводить в атаке, и мне надо вскрывать фланги, я хочу всегда видеть игрока, наподобие Рабена, того, который берет игру на себя, обостряет, входит, стреляет, там, создает именно на флангах, умеет обыграть один в один. Сегодня у Артема не пошла эта игра, но это нормально. Вот. Значит, надо ему еще больше работать. Ну, поверьте мне, Артем, для меня такой же футболист, как все, там, 25 человек, которые находятся в обоих. Я не смирался. Я вам... Коротенько так все. Спасибо. Нет же. Еще вопросы? Ох, наконец-то дождался. Дмитрий Танч, Максим Нестерков, Киевин, с победой. Спасибо. Сегодня в старте вместо Хвачинского предмета Симонов. Можете объяснить свое решение? Ну, скажу так, что когда мы готовились к игре, я все-таки предполагал, что Луч будет играть в пять защитников. Они думал, что центральный защитник... И знал, что нам будет сложно очень пройти по центру, центр будет насыщен. Поэтому основная идея была именно вскрывать фланги, из флангов делать прострел. Кто, как не Иванов, может побороться, который может скинуть, может... Но Луч выбрал такую тактику достаточно смелую против нас. Вот, они... Как бы, как это выразиться, так... Ну, достаточно смело против нас играли. Вот, поэтому у нас было... Было пространство, и... Может быть, зная заранее, я, может быть, даже где-то выпустил или Антелевского, или Хвачинского, у кого есть скорость, которые могут убежать. Вот, ну, я считаю, что были у Фила хорошие эпизоды. Были эпизоды, когда он переигрывал. Вот, ну, это Фил. Что поделаешь. Вот, хотя, вы же знаете, третий мяч, это он же продлил мяч. Он же головой пробил перекладину, и мы добили, то есть... Он пользу приносит. Уже через неделю матч в ПТ, и нам давно не обыкнул Борисович Борисович Борисович, чтобы наконец-то убедить свою гражданную победу. Я думаю, каждый должен сыграть свою силу, показать, что лучше матч. Те матчи, которые мы показывали, два матча против Дака, я считаю, были очень хорошего, качественного уровня. Плюс игра с «Зенитом», домашняя игра тоже. Я знаю, что ребята могут играть, но они должны... Тренера, мы помогаем, мы их направляем. А все остальное, это уже от их психологии, их именно желания, их мозги. Но, если каждый сыграет свою силу, я считаю, что игра будет интересна с обоих сторон.